Привет, друзья! Записываю сегодня очередное видео по поводу движка, долгожданное. Сегодня поговорим о достаточно серьезных темах, как левел дизайн и искусственный интеллект. И расскажу про вопросы, которые возникли у наших разработчиков. Прежде всего, будет держаться небольшого плана. Первый план – это левел дизайн. Здесь больше организационных вопросов. Саня, нам нужно решить, в какой случае, как я считаю, кто будет заниматься левел дизайном, потому что это достаточно сложная вещь, на мой взгляд. Потому что я попробовал, что бы сделать, но во мне нет творческого дара, поэтому, мне кажется, должен заниматься человек, который шарит, наверное, в дизайне уровней, более-менее, или хотя бы очень горит желанием заняться дизайном уровней, потому что у меня особо ничего такого интересного не получилось. Также, наверное, будут записки технические требования, технические задания для остального коллектива. По поводу уровня. Как-то вот так вот, как я считаю. Ну, в целом, тогда, по поводу левел дизайн, что могу сказать, наверное, как строится ландшафт. Специальный инструмент спутин глаз ландскейпа здесь есть. Подъем высот. Соответственно, там, создание глубины. По поводу гор, кстати, например, изучая, так сказать, работы других, забыто, что горы мало кто рисует именно так, там, и на вас текстур, как я думал. Вот, обычно создают прям готовые объекты. Например, вот это, в нашем случае, готовый объект, который просто закидывает на уровень. Что по поводу, еще можно сказать, по поводу воды, например. Это отдельный объект, который просто закладывается в материал воды. То есть, ничего особого, каких-то особых инструментов, хитрых ли этого, не используется. Что по поводу, наверное, рассказать, паралл дизайн, по поводу создания, так вот, каких-то массовых, так сказать, объект, как там, трава, лес, используется инструмент full-age, в котором мы создаем некий тип объекта, уже существующий, то есть создаемый full-age type, как-то называемого. И здесь он появился, и ему нужно, соответственно, указать объект, который будет объект, любой статический объект, не обязательно, что это там, какой-то специально запланированная, там, как-то трава, абсолютно любой, это может быть, вплоть даже, кем-то там, сраные кубики, и так далее, и так далее. То есть, там, сейчас, например, он создаст мне пачку стен, вот. То есть, когда этот инструмент используется для быстрого заполнения, так сказать, уровня, кем-то, как можно сказать, как трава, как лес, какие-то цветы, или, примерно, нам нужно создать несколько тех же самых ящиков, которые будут разно расположены, нам нужно их очень много, для этого также можно быть применено. Для них применяется коллизия, кстати, по-божно, я тогда расскажу, что такое вообще коллизия, потому что, возможно, возникнут вопросы по поводу коллизии. Это если картинчики, да, если там, не кто-то не разберется, задавайте вопросы, я расскажу более подробно, так как материал сегодня много, пытаюсь все коротко рассказывать. Что ж, что ж, что ж, что еще по поводу лоал-дизайна. Объекты, но про объекты не будем останавливаться, все и так знают, расположение объектов не используется. Второй вопрос, про лоал-детализацию, и тогда расскажу про коллизию, и что это такое. По поводу лодов, нам нужно решить точно, прям, именно точно, как будем добавлять объекты на уровень, например, для нашей логики, да. Даже учитывая, что я достаточно близко приблизил камеру, у меня та же самая трава выглядит, но, мягко говоря, убого. Деревен достаточно, ну, не особо красиво, скажем так. Растение, тоже среднее, хотя, если, допустим, мы зайдем на максимальное приближение, то, в принципе, будет вполне неплохо, вполне красиво. То же самое касается, в принципе, практически всех объектов, вот. Поэтому, либо нам нужно очень как-то хитро играть с уровнями лодов, то есть, кто не знает, что это, что это уровень детализации, например, что при максимальном приближении получим, а одну картинку, там, с максимальным приближением полигонов преодоление минимальное. Как-то так, что кто-то это должен решить, наверное, и он за это будет, что им. Как самый опытный флайн-магелирование из коллектива. Так, что еще в этом вопросе? По поводу доерн-коллизий, да, нужно рассказать, что есть коллизия, это... Как бы, так сказать, попроще. Уровень взаимодействия, наверное, между объектами. То есть, допустим, на примере нашего транспортного средства, должен, наверное, очень попросить по поводу ящичка, например, какого-нибудь у него есть свой уровень коллизии. Вот оно. И существует в движке уже настроенные уровни коллизии, то есть, это может быть, как уже говорил, там какой-то паунт, какой-то объект, там, физический объект, не физический объект, транспорт, трейгер, на все что угодно, даже то, что фактически мы не видим на карте. И для него, соответственно, есть настройки. Три типа, это блок, ойрлапы, игнор. Блок, это означает, что он в любом случае заблокирует этот объект, он не пропустит его, там, если не сможешь ничего сделать, там, не пропустит даже тик на него, и так далее. Ойрлап, это значит, что он может проходить сквозь объект, допустим, и это прохождение будет зафиксировано. То есть, для чего это сделано, например, если кто-то проходит сквозь этот, мы можем задать этому объекту такой ловик, что как только частя кто-то прошел, там, разрушите, допустим. Третий пункт, это игнор, означает, что он будет игнорировать любую взаимодействие с таким-то объектом. То есть, если что-то проходит, он просто никак не отреагирует, объект проводит просто сквозь. Ну, как-то так. Для чего это вообще используется? Настройки коллизий позволяют задать взаимодействие между объектами, допустим, что объекты пехоты смогут, там, беспрепятственно, например, проходить по, допустим, какой-то там деревьям, допустим, среди деревьев они смогут спокойно проходить, там, настраиваясь просто, какую-то логику обхода этих деревьев. Техника, которая не сможет пройти, но, грубо говоря, какая-то легкая техника. Как-то коротко, если это так. Что следующее в нашем пункте? Мини-мап, да. По поводу мини-карты. В данный момент я сейчас реализовала карту, как просто отдельный, трехмерный, такая мини-мапа, которая просто показывает все, как есть на самом деле на карте. То есть, это не какие-то специальные объекты, это просто наша карта, просто сделанная в отдалении и закинутая в худ. интерфейс. Что я хочу сделать, естественно, как обычно, 2D-карту, как и в любой, в принципе, игре. Для этого нужны, нужно понять, так сказать, 2D-редактором, какие объекты, как это выражать на карте. То есть, там, если наше вид, там, синенький огонек, там, синенький, не знаю, еще какой-то объект. Враги, допустим, красный, выключается здание таким-то, нейтральным, таким-то, там, лес, допустим, вот как сейчас отображается. Вот. Что ж, про искусственный интеллект, да, это одна из сложнейших тем, наверное, как и физика, кто-то уже спрашивал. Что такое искусственный интеллект, зачем он нужен? Ну, в принципе, это логично. Да, искусственный интеллект управляет объектами и логика поведения этих объектов. То есть, в большинстве случаев это используется для управления компьютером или для объектов, на которые игрок не управляет либо непрямо, либо где поведение по игрокам не требуется. Я покажу на примере, то есть, как бы уже реализовано. У нас есть, как бы, известный враг на другой стороне берега. Логика врага такова, что, как только будет построено здание, враг понимает, что оно построено, и враг попытается его уничтожить. То есть, логика, конечно, уничтожение пока не прописан, но он стремится на уничтожение. Соответственно, логика броница юнита, он рассчитывает, каждый объект, ближайший подходящий к нему, закидывал массив и начинает уничтожать его по очереди. Соответственно, уничтожает сначала первых, кто появился, и последовательно всех остальных распространяется. Как это выглядит изнутри, зачем это нужно? Логика бибражеских юнитов описывается либо в самом бибражеском юнити, либо, соответственно, в движке Unreal Engine существует класс, объект, называемый AI-модуль, AI-контроллер. В данном случае, например, он, каждую секунду, он просчитывает, построено ли здание. Если оно построено, то он отправляет юнитов там в атаку. Как это устроено в логике оборонительного юнита? То есть, так как это не живой юнит, логика описывается внутри самого юнита. В последующей схеме, как только он попадает в область воздействия, объект, он проверяет, действительно ли это вражеский юнит. Если это вражеский юнит, он добавляет его в массив. Массив строится по принципу, кто первый зашел, того добавить в массив. То есть, за каждый следующий он добавляет его, продолжит в массив. И он уничтожает, как он уничтожает, он переключается на следующий объект. К чему именно сложно и в чем трудности? В данном случае логика реализована в достаточно примитивном уровне. Это обычный, наверное, факт создания скрипта. Но в движке Unreal Engine существуют некоторые функции, называемые Behavior 3. То есть, это некоторое дерево, которое позволяет уже задавать какую-то логику, так сказать, более хитрым образом. И имеет просчитывать эту логику, то есть, одновременно. Хотя, в принципе, та логику может также настроить, но разработчики Unreal Engine желают использовать именно эту логику. Пока что я с ней не до конца не разобрался. Я могу сделать простую эбуку. Поведение башни так не смог на ней настроить. Буду разбираться. Те, кто... Наши программисты, кто есть, которые там хотели чем-то заняться, можете вполне заняться изучением Behavior 3. Вот, и... И... Его изучение могу даже показать вот на официальном сайте Unreal Engine. Вот. Здесь большой пример. Здесь кого-то показывают. Происходит проверка врага. Как только... И он выполняет селектор. То есть, если да, враг обнаружен, то следуй за ним. Если нет, то жди. Ну, так это, в принципе, работает Behavior 3. И... Что-то вы бы более подробно расскажите, но я даже сам разберусь уже нормально в нем. Но, в целом, да, искусственный интеллект можно сделать и без Behavior 3, но я считаю, что уж лучше... Если уж делать, то делать, как завещает Unreal Engine. Что ж, про... Про разрешение столбов. Да, возникал вопрос, да. Как происходит разрушение объекта? Ну, заодно, кстати, могу показать вживую, как происходит влияние коллизии. А, допустим, у нас есть наш юнит, который мы хотим, чтобы он разрушен вам столб. Что мы для этого сделаем? Достаточно просто. Мы воспользуемся существующим каким-то объектом. Допустим... Здесь какой-то вот конус, кстати. Допустим, это и будет наш столб. Давайте его разместим в нашем уровне. Делаем чуть подлиннее. Да, и настолько. Вот наш столб. А бы как выглядел логик в данный момент. То есть, наш юнит едет, и он рассчитывает, естественно, траекторию, так как он не может ее объехать, и он не может заехать на него. Он идет боком от него. Пока я не настроил именно логику для всего объекта, только для капсулы, который внутри. Поэтому он обижает, то есть, если только-только центр. Как видно, передняя часть, она задевает его. Дальше это будет исправено. Но для нас это сейчас неважно. Нам необходимо задать ему логику поведения. Прежде всего, мы должны убедиться, что здесь стоит галочка, что generate overlap events. Соответственно, мы должны указать ему, чтобы он, в данном случае я выберу overlap all, а так это в целом можно указать, что он, например, будет здесь и только на наши объекты, а не на какой-то больше. Вот мы видим, что он сейчас начинает просто проходить сквозь. Мы хотим, чтобы он был разрушен при нашем движении, поэтому указываем на этот объект в нашей логике. Создаем для него blueprint класс. И создаем для него логику. Существует event называется begin overlap, как только через тебя что-то прошло. Убедимся, что логика работает. Напиши на строчках hello. Как вы видите, он написал нам hello. Но мы же хотим, чтобы он был разрушен. Для этого, как только, придет overlap. Даже сделаем поинтереснее, мы сделаем это разрушаемым объектом. И создание логика именно для разрушаемого объекта, чтобы выглядело как-то более наглядно, более красиво. Да, мы создали Distribble Mesh. Разрушим его. Ждем пока у нас просчитает. Когда у нас он просчитал объект наш, создаем для этого объекта blueprint. Указан для этого blueprint Distribble Mesh. Указан наш цилиндрик. Располагаем его там на карте, где она необходима. Важная часть. Сейчас нужно проверить, чтобы стояли галочки над overlap events. Разница между ними hit events. Отвечает за удар по нашему объекту. Он может ловить точку. То есть, она больше для физики, куда именно попал удар. Overlap же просто проверяет, проехали там сквозь него или нет. Тип коллизии разрушаемый. Заходим в логику. Указываем begin overlap. Добавляем для разрушаемого нашего объекта функцию apple damage. Здесь есть два пункта обязательных, иначе без него логика не запустится. Демонстрирую. Да, это hit location. То есть, место для удара и импульс. И что я говорил, это больше всего применится для хитов. Допустим, если для нашего объекта был event не overlap, а hit. здесь есть параметр hit location и импульс. Для них бы таскать лайк логику более грамотно работал, но для нашей логики достаточно простой и хватится глаза просто указывать локацию нашего объекта. Обязательно указываю силу. Иначе объект просто не будет разрушен. Проверяем логику. Как мы наедем на него, да, мы видим, что объект разрушился. В данном случае, это просто, как ты уже говорил, desertable mesh, в хорошем случае аниматор просто рисует анимацию более красивую по разрешению этого объекта, чтобы он так постепенно разрушался, а не сразу всем куском. Потому что в движке все-таки эта логика больше используется для таких вот простых объектов или каких-то эффектов больше, чем для действительно каких-то разрушений. Но в целом, именно вот так это выглядит наша логика. Про разрушение здания. Но в целом, хорошо, что задали вопрос про разрушение объекта. Потому что разрушение здания по такому же принципу. В первом видео, я, по-моему, объяснял, просто расскажу, что есть два типа разрушения. Это через анимации или которые, когда я сейчас продемонстрирую, естественно, мы будем использовать для анимации. То есть у нас есть готовый объект, и для этого объекта мы будем создавать например, несколько вариантов разрешения. То есть там первый вариант, более жестокий там вариант, естественно, будет сопровождаться различными дымами, эффектами, а в конце, может быть, да, запустим именно вот такое окончательное разрешение, просто результатом будет не вверх, допустим, а вниз. как-то так. Видео и так получилось достаточно долгим, поэтому думаю, закончить его, да, если будут какие-то вопросы, то задавайте. Как-то так.